Всем привет, я Мазай, и сейчас я расскажу о дровке в нынешнем мете, что она вообще теперь себе представляет, как она сейчас играет и стоит ли вообще её пикать. До выхода патча 7.22 это был, пожалуй, самый сильный герой этого мета. Дровку пикали почти в каждой игре на фрестпик, чтобы её не забрала вражеская команда, так как она показывала ну просто потрясающие результаты, как на просцене, так и в пабликах. И это неудивительно, ведь она могла всегда камбэкнуться по фарам, какой бы плохой лайнинг она не отстояла. При получении 6 уровня она просто уходила на лесной треугольник с древними крипами и выносила там все свои необходимые итемы. Таким образом, в минуте на 22 у неё уже были 3 фрестбэнда, пт, монта и пика. Это очень много выживаемости, статов, урона и мобильности. И уже с таким набором итемов она могла собираться с командой и спокойно заканчивать игры на столь ранней минуте. И это при том, что вначале она могла просто в хлам проиграть свою линию. Почти всегда тревку пикали именно на мид позицию, а не на кэри, так как быстрое получение заветной ульты ей было намного важнее полного фрифарма. С 6 уровнем она сразу уходила в лес и ставила на своё место какого-нибудь саппорта, чтобы он подфармливал и получал экспу. Таким образом, соотношение золота между командами кардинально менялось, так как у одной команды фарма 4 героя, а у другой 3. Поэтому, благодаря этому преимуществу, совизная команда могла отдать время тревки для фарма. Конечно же, рано или поздно это должно было закончиться, как в своё время закончился и Абусникром через фарм древних крипов с первой минуты. И в патче 7.22, как и было ожидаемо, у дровки отняли возможность убивать древних крипов с одного удара. Поэтому, как по мне, в нынешнем месте дровка через мид позицию мертва. Сейчас она нуждается в полном фрифарме уже с самого начала игры, как и любой другой кэри. А так как она проигрывает мид, наверное, 90% мизером, то пути остается только на зилайн, где ей смогут помочь саппорты. Также из-за того, что дровки значительно урезали фарм потенциал, изменился её итем билд. Если раньше на неё сразу собирали боевые предметы, как пик, команта, бкб, бабочка, то сейчас ей чуть ли не перенослотом на стоит покупать аганим, чтобы была возможность быстро чистить леса. Таким образом, при покупке аганима вы сможете также быстро фармить и получать свои предметы, как и до нерфа. С аганимом вы убиваете древний спот примерно так же быстро, как и раньше, но при этом вы ещё и фармите маленькие кемпы гораздо быстрее, чем до нерфа. Но взамен вы будете лишены возможности помогать своей команде в драках, как дровка это могла делать раньше. То есть, если до нерфа вы были способны полноценно фармить и одновременно драться, то сейчас вы будете полностью привязаны к лесу и помогать команде в тимфайтах у вас почти никогда не будет возможности. Также, возможно, иногда имеет смысл покупать молнии вместо аганима или даже мидас, если он получается ранний, но в любом случае дровке необходим какой-нибудь стартовый предмет на фарм, чтобы компенсировать этот нерф. Иначе, если вы будете закупаться через стабильный этабилд на тимфайт, то на 30-й минуте вы будете бегать только с двумя-тремя слотами, а вражеский кор вас просто вынесет за счёт перефарма. Теперь дровка это такой типичный кэрри, который фармит где-то полчаса, выносит свои слоты и идёт заканчивать игру. В общем, патч 7.22 значительно урезал возможности дровки и сделал из неё героя с узконаправленной задачей по игре. Также сейчас стоит пикать дровку на закрывающей пике, а не на фп, так как теперь её очень легко законтрить по игре, просто пикнув сильную харду и в целом агрессивный пик, который способен рано захватить карту и закончить игру, как собственно играется против того же антимака. Желательно, чтобы у дровки с команды была какая-то синергия, и как минимум один корм должен быть дальником, то есть чтобы вы могли бафать условную темпларку, эсэфа, шторма и за счёт этого они выигрывают свой лайн и могут спейсить вам время для фарма. А если ещё и саппорты будут дальниками и в харду пикнется, как унити некр, вэйр или инча, то вы дадите этим айтам просто колоссальное преимущество, а чем больше преимущество вашей команды, тем дольше они смогут дервать врагов и тем больше давать им времени для фарма. А это я всё к чему веду, то что сейчас дровка это больше не соло-герой, который мог по одиночку выигрывать игры. Теперь она очень зависит от команды, нужно подстраиваться под пики и вот так вот просто взять её наобум и зная какие герои тебе будут в команде, ты больше не можешь. Также дровки понерфили и урон с ультимейта. Раньше он игнорировал полностью всю броню противника и наносил чистый урон. Теперь он игнорирует только белую броню, а зелёная всё-таки высчитывает дэмэдж. Но опять же, это в основном сказывается только при убийстве силовиков в поздней стадии игры, когда они покупают себе кера, сушиву, лотосорб, блэдмэйла и прочие итемы на броню. Портив лавкачей, то есть керри, который обычно закупается на статы, или магов, которые вообще не закупаются на броню, это почти незаметно. Поэтому данный нерф, но он такой, не особо критичный. В общем говоря, если подвести итог всего мной вышесказанного, дровка это больше не мидер. Теперь это ситуативный керри, который нуждается в большом количестве фарма. Она всё так же сильна, если её пикать в подходящих случаях и если играть по правильному геймплею и итембилду. Иногда с этим геймплеем она может даже вынести больше итемов и импакта, чем до её нерфа. Сейчас дровка это командный герой, который играет на команду, а также и надеется на её поддержку. Конечно же, сейчас не имеет смысла пикать в каждой игре, но раз в 5 игры, я думаю, дровка может зайти лучше, чем какой-либо другой керри, и её пик может зарешать. И определённо, если вы играете на керри, особенно в какой-нибудь команде, то она должна быть у вас с пуля. На этом всё, спасибо тебе за просмотр, хороших каток и пока.